Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Ильхам Нигматуллин. И Анастасия Вичкаева. Сегодня в выпуске. Неуправляемые Рено. Иномарка без водителя. Таранила маршрутное такси. Два дома сдадут в сентябре. Состоялась очередная встреча обманутых обнинских дольщиков СУ-155 с представителями властей. Завершается очередная рабочая неделя. И мы по традиции начинаем нашу программу с обзора наиболее заметных событий прошедших дней. Ночь музеев. Международная акция не только объединяющая людей, интересующихся культурой и искусством, но еще и стирающая границы между различными культурными учреждениями. В городе Обнинске в этом году Ночь музеев, состоявшаяся 21 мая, была посвящена теме российского кино. Более 150 борцов стали участниками турнира памяти известного обнинского тренера Виктора Журавлева. На соревнования самбистов, проходивших 21 мая, в Наукоград съехали спортсмены со всех районов и городов Калужской области. 22 мая обнинцы приняли участие в предварительном голосовании, на котором партия «Единая Россия» выявляла кандидатов для участия в осенних выборах в Госдуму. Избирательные участки 22 мая были открыты в ряде муниципальных учреждений города, а поставить галочку в бюллетене можно было за нескольких кандидатов. С 21 по 23 мая в Обнинске проходила акция «Дни здорового сердца», в рамках которой любой горожанин мог за несколько минут пройти обследование сердечно-сосудистой системы совершенно бесплатно. Современное оборудование, упакованное в большой грузовой автомобиль, предоставила компания «Штада», участник Калужского фармацевтического кластера. Прием пациентов ввели врачи клинической больницы номер 8, а в качестве волонтеров выступили студенты старших курсов медфакультета и АТ. Продолжается работа над созданием стратегии развития Обнинска до 2030 года. Наличие этого документа станет обязательным условием для всех наукоградов страны с 1 января 2017 года. Над стратегией развития Обнинска работа ведется с осени прошлого года. Представители разных сфер деятельности, организаций и структур разделились на несколько секций и работают над генерацией идей, от которых зависит будущее города. В минувшее воскресенье 22 мая эта работа велась в трех секциях. Обсуждались вопросы развития бизнеса, инженерной инфраструктуры и культуры. Государственный научный центр Российской Федерации ОНПП «Технология» стал членом Ассоциации вертолетной индустрии. Церемония подписания соглашения прошла в день открытия международной выставки вертолетной индустрии «Хели Раши-2016». Обнинское научно-производственное предприятие «Технологии», обладающее мощной научно-исследовательской базой, будет активно привлекаться к решению актуальных задач предприятий, входящих в Ассоциацию. 23 мая в Обнинске компания «Мегафон» официально объявила о запуске сети 3G ОМТС-900 на северной территории Калужской области, которая стала доступна для 250 тысяч жителей нашего региона. 24 мая в Центральной детской библиотеке Обнинска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню славянской культуры и письменности. Учащиеся школ города посетили лекцию клирика храма Рождества Христова, а затем приняли участие в различных мастер-классах, организованных на площади перед библиотекой. 25 мая в школах Обнинска прозвенел последний звонок для выпускников 9 и 11 классов. Праздничные мероприятия прошли во всех общеобразовательных заведениях города. Теперь для выпускников наступила пора экзаменов. Первый основной государственный экзамен состоялся в четверг для ребят, окончивших 9 класс. А 27 мая ЕГЭ по географии и литературе сдавали уже выпускники 11 классов. В среду в Обнинске состоялась очередная встреча заместителя губернатора Калужской области Руслана Смоленского с дольщиками компании «Банкрота» СУ-155. Вместе с председателем рабочей группы по решению проблем дольщиков на вопросы участников встречи отвечали представители действующего застройщика, правовой службы регионального министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и Сбербанка. Первым перед пока не состоявшимися новоселами выступил представитель действующей компании застройщика, предоставивший подробную информацию как уже о проведенных, так и о планируемых строительно-монтажных и отделочных работах по 10-му и 9-му домам, а также обозначил сроки сдачи в эксплуатацию этих корпусов. По нашим кредитам я думаю, что где-то в сентябре мы уже будем готовы заявлять эти дома для сдачи. По словам представителя застройщика, проведена экспертиза состояния котлована 11-го корпуса. Были получены положительные результаты и уже со следующей недели на этой площадке начнутся полномасштабные строительно-монтажные работы. Предварительно график года в эксплуатацию 1-го корпуса – это 3-й квартал 2017 года. Как только мы закончим преддомовые коммуникации, они также по графику должны быть выполнены до 1-го июля, и мы тут же приступаем к работе полного строительства. Дальщики СУ-155 заметили то, что предварительные сроки ввода в эксплуатацию домов, названные Николаем Николиным, раньше тех, которые представлены в официальных документах. Вы можете своими глазами увидеть, что независимо от всякой самотоги, день и от дня динамика производства строительно-монтажных работ растет. Скажу по обчисленности, если в пятницу на прошлой неделе было 17 человек на площадке, то сейчас их работают 60, завтра их будет уже 90, потому что приезжают, и возвращают их каждый день. Начальник отдела правовой службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Дмитрий Борисов рассказал дольщикам, как в условиях банкротства СУ-155 должна произойти передача недвижимости собственникам, и какие заявления необходимо написать. Для информации, кстати, главную цифру, из 285 дольщиков участников строительства, 252 уже подали документы, 33 человека у нас осталось пока не подано. 12 собираются подать в ближайшее время, но 21 пока, к сожалению, и на какие контакты не выходят сами, и мы не можем найти. Дмитрий Борисов также проконсультировал дольщиков по юридическим вопросам и порекомендовал им не писать заявление на возмещение неустойки из-за невыполненных сроков строительства компании СУ-155. Понимаете, если постоянно будет эта задолженность расти основное тело долга, ну в виде вещи поделенной, стоимости этой вещи, и еще в последующем будет каждый заявлять еще неустойку, но должник никогда не рассчитается. Также у дольщиков возникли вопросы по поводу кредитов, которые были взяты для покупки так и неполученных квартир. Для разъяснения на встречу был приглашен управляющий обнинским отделением Сбербанка Николай Гришин. Но разговор был короткий, так как для того, чтобы решить индивидуально проблему того или иного клиента, нужно иметь на руках документы по его кредитной истории. По вопросам дольщиков СУ-155 города Обнинска, естественно, обнинской площадки, обращаться в кабинет там такой-то. Выделите на две, на три недели, я думаю, это вполне реально для кредитной организации, выделите помещение, посадите специально обученных сотрудников, которые будут видеть все их кредитные истории, все их кредитные дела, и будут работать с ними целенаправленно. Подобная рабочая группа будет работать и в ИТБ банке, а вот дольщикам, у которых возникли проблемы с другими, менее крупными банками, придется разбираться самим. Анастасия Вичкаева, Олег Логинов, Обнинск ТВ. О событиях, вошедших в сводку происшествий последних дней, в нашем следующем сюжете. 23 мая в Жуковском районе сотрудники ДПС задержали гражданина Таджикистана, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Двое его друзей, узнав о случившемся, решили выручить соотечественника и попытались сдать взятку в размере 30 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД МВД России по Жуковскому району. По данному факту, Жуковским межрайонным следственным отделом незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Двое граждан одной из среднеазиатских республик в настоящее время задержаны. За совершение данного преступления злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. 26 мая на участке дороги с круговым движением на пересечении проспекта Маркса и улицы Гагарина не смогли поделить дорогу автомобили Део Матис и Киа. Со слов водителя Киа, его машина двигалась по кругу в сторону торгового комплекса Плаза, где и произошло столкновение с Део Матис, которое двигалось по кругу со стороны улицы Гагарина. Удар был не сильным, никто не пострадал. В тот же день около трех часов дня на проспекте Ленина в строении, находящемся рядом со зданием бывшего атома из Дата, произошло возгорание. Причины возгорания устанавливаются. В четверг вечером в дежурную часть города Обнинска поступило сообщение от подростка, у которого украли велосипед. Парень оставил своего железного ко дня в подъезде дома номер 24 на улице Гагарина, предварительно пристегнув велосипед Стелс на трос к перилам лестницы. Хозяину Стелса показалось, что железный трос должен спасти транспортное средство от посягательства воров. Но злоумышленники так не думали. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В этот же день в районе шести часов вечера в старой части Обнинска в районе ресторана Гринвей произошло столкновение маршрутного транспортного средства и легкового автомобиля Рено. Фиат, двигавшийся с пассажирами по маршруту номер два, получил сильный удар в боковую часть автомобиля. Рено, столкнувшись с маршруткой, не остановилось, а продолжило свой путь, правда, недалеко до ближайшего предпятствия. Водитель маршрутки, убедившись, что пассажиры в салоне не пострадали, ринулся помогать водителю Рено. Однако за рулем никого не оказалось. Как выяснилось, водитель Рено попросту забыл поставить свой автомобиль на ручник, и машина покатилась в пригорку на проезжую часть. Анастасия Вичкаева, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ 26 мая в России уже в девятый раз отмечали День предпринимателя. Не стал исключением и город Обнинск. Местные бизнесмены по случаю праздничной даты собрались в стенах Дома культуры ФИИ. Один из участников мероприятия, прошедшего в ДК ФИИ, часть своей жизни посвятил программированию и не раз задумался о преподавательской деятельности. Все его мечты воплотились в реальность в одном бизнесе. Сегодня он является директором центра «Модуль Спектр», где ребят обучают основам 3D-моделирования и робототехники. СМИД – открытая мастерская для детей, у которых нет возможности, для детей и молодежи, у которых нет возможности что-то свое создать. И они приходят к нам и на нашей базе могут создать какие-то инновационные проекты. Есть ли какие-то планы на будущем? Конечно, мы сейчас выиграли грант от фонда «Бортника» на производство платформы «Технолаб», которая собой, если в общих чертах, представляет новый подход к урокам технологии в школе. Холл ДК в этот день был наполнен струнной музыкой, которая создала приятную атмосферу для людей, пришедших сюда, чтобы пообщаться с коллегами по цеху в свободное от работы время. Их бизнес знаком практически каждому жителю города, но сегодня ни слова о трудовых буднях. Собственно говоря, эмоции положительные я испытываю, а от вечера жду, вообще приятно пообщаться в такой обстановке с товарищами, друзьями, просто пообсуждать разные темы, не думая о работе, на самом деле, о специфике той своей работы, а просто привести хороший вечер. Пока бизнесмены города общались с коллегами, с приветственным словом выступил глава администрации города. Много разговариваем, рассуждаем с коллегами. Сейчас стратегия города развивается, обсуждается сфера культуры, сфера образования, сфера благоустройства. И одна секция посвящена бизнесу. Но, на мой взгляд, это очень важная секция, если бы не сказать самая важная секция. Потому что без бизнеса нет денег, нет доходов бюджета, а значит нет ничего. На праздничном мероприятии некоторым из предпринимателей были вручены благодарственные письма городской администрации. В адрес предпринимателей прозвучало и много пожеланий, связанных с дальнейшим развитием бизнеса. Некоторые из уже состоявшихся предпринимателей помнят, как начинали свой бизнес практически с нуля. А вот Ольга делает по этому пути первые шаги. Она рисует шаржи в Обнинске, Калуге и Москве. Я училась очень долго, и мне всегда нравилось рисовать портреты. Нужна, во-первых, хорошая база – это получить образование, научиться всем основным правилам рисунка, и потом какое-то желание именно, даже не желание, а какое-то дарование в изображении людей. В музее истории города Обнинска состоялся ежегодный вечер дарения. В ходе этого ставшего уже традиционным мероприятия сотрудники музея благодарят жителей Обнинска, которые в течение года приносили в дар ценные экспонаты, помогающие в сохранении истории нашего края. Нельзя не отметить значимость дарения горожанами различных предметов, имеющих историческую и культурную ценность, музеям и галереям. Ведь именно из этих отдельно взятых предметов потом и составляются выставки и постоянно действующие экспозиции. Дарители без даров в музее не существует. Ведь дары музею – это вообще целая культура, целая эпоха в культуре России. И всем известны имена Третьяков, Рябушинский, Морозовы, Щукин и многие другие, которые сдавали свои коллекции, и их коллекции явились основой многих известных музеев. Собрание музея истории Обнинска насчитывает более 56 тысяч экспонатов, и большинство из них – это дары жителей города. Благодаря этой коллекции сотрудники музея имеют возможность проводить научно-исследовательскую и просветительную работу, а затем делиться с горожанами ее результатами. В музее мы не делим предметы уникальные и неуникальные, потому что нам важно то, что раскрывает историю города, историю края. Поэтому для нас каждый предмет важен. Мы каждый предмет заносим в документацию и отвечаем за сохранность каждого предмета. Всего за год коллекция музейного фонда пополнилась на 742 подарка. Это предметы быты, которые раскрывают определенные исторические периоды, экспонаты, отображающие развитие науки, а также объекты искусства. Большая часть экспонатов, к сожалению, находится в хранилище музея. Воочию увидеть подаренные предметы пока можно только на временных тематических выставках. Анастасия Вичкаева, Олег Логинов, Обнинск ТВ Это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Кроме того, вы можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании Обнинск ТВ и в социальных сетях. А мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»